МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.РУ с Павлом Баевым. Команда нашего информационного агентства подготовила сюжеты о самых знаковых событиях дня и сегодня в выпуске. Законодательные нововведения. В России поднимется налог на имущество. В некоторых регионах существенно. Придется ли раскошелиться за уральцем? Необычный семейный календарь. На одну исполненную мечту в Кургане стало больше. Курган.РУ продолжает марафон добра. Ансаты в борьбе за жизнь. В Кургане состоялось открытие первого в России вертолетного центра оперативной медицины. Введение новых пашень и сохранение высоких показателей урожайности. Эти и многие другие вопросы были рассмотрены на заседании Совета по развитию агропромышленного комплекса при губернаторе Курганской области. Подробности прямо сейчас. В рамках заседания были подведены итоги развития сельскохозяйственной деятельности на территории Зауралия. А он, по словам директора департамента АПК региона Сергея Пугина, для области был успешным. Начну с итогов. В 2017 году производство продукции сельского хозяйства составило на 42 миллиарда рублей в действующих ценах или 105,3% в сопоставимой оценке к уровню 2016 года. Наиболее динамично в Курганской области, как и в предыдущие годы, развивается растеневодство. Общая посевная площадь составила 1 миллион 386 тысяч гектар. При этом целевой показатель по соглашению с Министерством сельского хозяйства выполнен на 100%. По словам первого заместителя губернатора, в регионе в 2017 году получен хороший урожай сельскохозяйственных культур. 2 миллиона 63 тысячи тонн. Это восьмое место в Российской Федерации. По словам заместителя губернатора, аграри стали более ответственно относиться к своему делу. Многие из них обновляют свои автопарки. В прошлом году специализированной технике было приобретено на 1 миллиард 600 миллионов рублей. За счет господдержки, субсидий и скидок в области сэкономлено порядком 200 миллионов рублей. Сергей Владимирович уделил внимание теме улучшения плодородия земель. Это развитие программы мелиорации. Мы в течение трех лет активно участвуем в реализации этой программы. Ввели более тысячи гектаров орошаемых земель. В следующем году задача не менее 200 гектаров добавить. Уже в феврале начнутся рабочие встречи с главами муниципальных районов, в которых будут отрабатываться и планироваться дальнейшие действия в области сельского хозяйства. Таким образом, чтобы сохранить и улучшить результат прошлого года. Павел Баев, Владислав Базлев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. В Зауралье ежегодно отмечается День российской науки. В честь этого праздника преподаватели, доценты, кандидаты и доктора наук получили премии главы региона за достижение и преданность своему делу. Подробности расскажем в сюжете. В Курганском госуниверситете состоялось празднование Дня российской науки. Заместитель губернатора, директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов вручил премии главы региона в сфере науки, техники, инновационной деятельности за проекты и разработки, которые имеют большое значение для развития науки, экономики и социальной сферы Зауралья. Сегодня нет отрасли, куда не было бы вливаний и интересов науки. В Курганской области второй год подряд мы отмечаем этот замечательный праздник. Таким образом, обращаем внимание на молодежь, которая увлечена наукой. По линии Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики есть также интерес к работе со студентами и преподавателями вузов. В мероприятии приняли участие председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов, главный федеральный инспектор Александр Кистанов, глава Кургана Сергей Руденко, представители Департамента образования и науки, а также преподаватели и студенты зауральских вузов, представители научного сообщества региона. В этом году на соискание премий было представлено 22 научные разработки. Среди награжденных преподаватели-доценты, кандидаты и доктора наук КГСХ Шадринского государственного педагогического университета, Курганского научно-исследовательского Института сельского хозяйства, КГУ, Курганского филиала Академии труда и социальных отношений и других учреждений. Вузы и научные организации представили выставку достижений в числе экспонатов необычной разработки в сфере медицины, робототехники, обработки материалов, строительства, сельского хозяйства. Михаил Котельников, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. В Зауралье некоторые льготники в этом году не будут платить земельный налог, другие заплатят в разы меньше обычного. Соответствующее распоряжение в прошлом году дал президент. Кого она коснется и на сколько разбиралось наше информационное агентство. Новая законодательная инициатива уже прозвана в народе как вычет за 6 соток. В прошлом году с ней выступил лично глава государства. Поручил освободить от выплаты земельного налога всех россиян, достигших пенсионного возраста или имеющих различные льготы. В итоге законодательство изменено. С 1 января 2018 года вводится новое понятие налоговый кодекс, это налоговый вычет по земельному налогу. Не облагается стоимость, кадастровая стоимость 6 соток по льготным категориям определенным. Это пенсионеры, ветераны войны, инвалиды и так далее. Таким образом, если участок льготника всего 6 соток, то с этого года он впервые не будет оплатить налог на землю. Однако, если его участок больше, то платить нужно будет за все оставшиеся сверхсотки. К примеру, участок 8 соток, то налоговое уведомление придет лишь на 2 сотки. Если же льготник имеет несколько участков, то данное послабление будет распространяться исключительно на один объект. За все другие нужно будет платить по полной. Непосредственно обращение налогоплательщика не требуется в налоговый орган. Все будет сделано механически, поскольку у нас все необходимые сведения для этого есть. Есть одно исключение по льготам. Если ранее ни разу физическое лицо не предоставляло заявление на льготу, оно обязано это сделать однократно. Проще говоря, если гражданин стал пенсионером, налоговая служба об этом как-либо механически не узнает. Льготы в большинстве случаев заявительного характера. И один раз, но все же ему нужно будет заявить о праве на льготу. Сделать легко. Соответствующее заявление можно оставить в любой ближайшей налоговой инспекции, через личный кабинет налогоплательщика, либо просто по почте. В последующие годы вычет будет применяться автоматически. При этом стоит помнить, что людям нужно самим выбрать тот самый участок, с которого налоговая служба должна совершать вычет на 6 соток. Успеть это нужно до 1 июля этого года. Алексей Старцев, Влад Базалев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. А тем временем в ряде субъектов страны люди стали больше платить по налогам за квартиры и дома. Многие уже обращаются в суды. Почему это происходит и стоит ли этого бояться зауральцам в материале Алексея Старцева. Россияне обеспокоены возможным ростом налога на имущество. Раньше за его основу бралась инвентаризационная стоимость. Она была в десятки раз ниже рыночной, поэтому и налоги не соответствовали реальности. Поэтому систему модернизировали, чтобы восстановить справедливость. С 2015 года в России введен новый порядок расчета налога на имущество, который впредь будет определяться, исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества. А она практически совпадает с рыночной. Для владельцев недвижимости это означает одно – налоги на имущество вырастут в несколько раз. Заметнее всего налог вырастет для собственников квадратных метров в старых домах. Пока налог исчисляется по-новому в тестовом режиме лишь в 28 пилотных регионах. В Курганской области расчеты пока производятся по-старому. Но система неизбежно поменяется на новую к 2020 году. И мы будем платить увеличенные налоги на имущество. Давайте будем говорить про квартиры и жилые дома. На сегодняшний день данные объекты от кадастровой стоимости не облагаются. Облагаются только от инвентаризационной стоимости. Это две разные вещи. Вообще не проработан на субъекте механизм налог от кадастровой стоимости на объекты капитального строительства, то, что касается жилых домов и квартир. Все дело в том, что кадастровая стоимость, как, например, в отношении земельных участков, должна определяться независимыми экспертами. Раньше к их услугам в регионах прибегали по необходимости через договоры. По новому закону в каждом субъекте должно появиться новое государственное учреждение, которое и будет заниматься этой оценкой. В Зауралье его пока нет, и поэтому пока больше вопросов, чем ответов. Однако в Росреестре подчеркнули, что применение кадастровой стоимости к имуществу не обязательно будет означать высокие налоги. Жилье, наоборот, может быть удешевлено. В любом случае кадастровую стоимость на имущество можно будет оспорить. Как это уже делают зауральцы в отношении своих земельных участков? Поступает на комиссию очень большой объем количества заявлений. Заявителями являются как физические лица, так и юридические лица. Если сравнить, к примеру, 2016 год у нас заявление на комиссию поступило 850 заявлений, то за 2017 год 1800 заявлений. А спорить кадастровую стоимость можно будет в комиссии при Росреестре региона или через суд. Процедура, правда, трудоемкая. И в любом случае потребуется заказать экспертное заключение независимых оценщиков. Во-первых, вам необходимо написать заявление на комиссию. К заявлению в обязательном порядке приложить выписку кадастровой стоимости из Единого государственного реестра недвижимости. Предоставляется нашим же органам в короткие сроки и бесплатно. Вторым документом является это правоустанавливающая либо правоудостоверяющая копия данного документа нотариально заверенные. Отчет о рыночной стоимости это независимые оценщики, которых у нас в городе Куркань очень много. Лишь бы они были членами саморегулируемых организаций. Ответственные службы региона заявляют расчеты налогов по новой системе неизбежны. Теперь это государственный закон. Но паниковать не стоит. Стоит разбираться и задавать вопросы компетентным специалистам. Ответственные службы региона заявляют паниковать зауральцам пока преждевременно. Алексей Старцев, Влад Базылев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Кстати, Управление Росреестра региона 15 февраля с 10 до 12 часов проведет горячую телефонную линию по вопросам государственной кадастровой оценки недвижимости и рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости. Телефон горячей линии 64-21-68. Предмет гордости. Зауральская медицина стремительно развивается. Накануне в Кургане состоялось уникальное событие открытие первого в России вертолетного центра оперативной медицины. Накануне состоялось открытие Курганского вертолетного центра оперативной медицины, построенного компанией «Русские вертолетные системы» при поддержке губернатора Курганской области Алексея Кокорина, регионального департамента здравоохранения и Курганского областного центра медицины «Катастроф». Реализации таких проектов еще в России не было. Поэтому Курганская область здесь выступает первооткрывателем, первопроходцем. Наличие непосредственно медицинского центра, санитарного вертолета, технического комплекса ангарного и двух вертолетных площадок, полностью оборудованных для выполнения полетов в любое время суток, это, конечно, на сегодня определенный прорыв. В рамках мероприятия гостей ознакомили с инфраструктурой вертолетного центра оперативной медицины, осмотрели новейшие отечественные вертолеты «Ансад», оснащенные медицинским модулем Казанского агрегатного завода. Очень такая ответственная и важная минута в жизни центра, в жизни области. Санитарная авиация в Курганской области, она имеет довольно большую историю. В следующем году будет отмечаться 75-летие санитарной авиации. В прошлом году санитарной авиацией было сделано 175 вылетов. Доставка больных на вертолете позволяет сократить время, которое порой может стоить человеку жизни. В 2017 году в числе 34 регионов Российской Федерации Курганская область вошла в число областей, участвующих в приоритетном национальном проекте по оказанию экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах. Курганский вертолетный центр оперативной медицины расположен в непосредственной близости к Курганскому областному центру медицины катастроф и оборудован сертифицированной вертолетной площадкой для вертолетов массой до 6,5 тонн, ангаром, позволяющим проводить техническое обслуживание вертолетов данного типа, а также современным светотехническим оборудованием, позволяющим эксплуатацию центра в круглосуточном режиме. Михаил Котельников, Александр Киселев, Лидия Кайгротцева, информационное агентство Курганру. Предупрежден, значит вооружен. Все ответственные службы региона призывают зауральцев не терять время и начать вакцинироваться от энцефалита. Совсем скоро маленькие животные выйдут из спячки. В прошлом году среди непривитых были летальные случаи. Зауралье относится к группе регионов с высоким уровнем заболеваемости к лещевым энцефалитам. По данным Управления Роспотребнадзора по Курганской области, показатель по данной заболеваемости у нас в разные годы превышает средний российский в 4-10 раз. Ежегодно несколько тысяч зауральцев, в числе которых и дети становятся жертвами укусов этого маленького животного. Случаи заболевания обычно регистрируются в 8 муниципальных образованиях – в Притобольном, Каргопольском, Петуховском, Шадринском и Варгашинском районах, а также в городе В прошлом году в медицинские учреждения области по поводу укусов клещами обратилось 4106 человек. Это все население, детское население от этого числа составляет четвертую часть. До момента активности клещей нас отделяет несколько месяцев. Первые укусы в Заурале встречаются уже в апреле. Последствия могут быть самыми серьезными. Животное переносит несколько опасных заболеваний. Если человек не погибнет, может остаться глубоким инвалидом или страдать всю жизнь рядом изнуряющих заболеваний. В прошлом году зарегистрировано 36 случаев клещевого вирусного энцефалита, 4 случаев среди детей. И зафиксирован один летальный исход у человека, который был не привит против клещевого вирусного энцефалита. Департамент здравоохранения региона, а также областное управление Роспотребнадзора напоминают, что самой эффективной мерой защиты от энцефалита является вакцинация. В Курганской области прививаться можно круглый год, но делать первую из них лучше всего уже сейчас. Как раз время задуматься о том, чтобы начать иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита и к периоду, когда клещи начнут у нас активничать на территории Заурале, уже быть готовыми. По классической схеме иммунизацию первую прививку ставят весной, это как раз март, можно уже в феврале ставить эту прививку, вторую ставят через 5-7 месяцев после первой, затем через год ревакцинации. Для тех, кто принял решение о вакцинации только весной, существует ускоренная схема иммунизации. В этом случае необходимо сделать две прививки с интервалом 2-4 недели и третью прививку через год весной. Все необходимые препараты для вакцинации уже есть в аптечной сети региона. Прививка совершается исключительно за свои средства. Но специалисты подчеркивают, в случае укуса клеща курс профилактического лечения и анализы обойдутся в разы дороже. Алексей Старцев, Влад Базылев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. Эфир продолжит наша традиционная рубрика «Печатный вестник». В Главном управлении социальной защиты населения Курганской области прошла горячая телефонная линия. Об этом сообщает официальный сайт областного правительства. Темой горячей линии стало предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В общей сложности в органы соцзащиты поступило 101 обращение. Зауральцев интересовало, какие категории граждан могут претендовать на субсидию, каков ее размер и как она оформляется. Самыми активными стали жители города Кургана, Китовского, Юргомышского, Мишкинского и Куртамышских районов. Всем звонившим даны подробные разъяснения. Как всегда, зауральцев ожидают насыщенные культурными мероприятиями выходные дни. Афишу публикует областная общественная политическая газета «Новый мир». В Кургане продолжают работу выставки, посвященные 75-летию нашего региона. Так, в областном художественном музее открыта экспозиция «Под вечным небом» народного художника России Германа Травникова, который недавно отметил юбилей – 80 лет. В Курганском областном культурно-выставочном центре действуют выставки, приуроченные к 50-летию регионального отделения Союза художников России. Одни их названия завораживают – доисторические насекомые в янтаре, малахитовая шкатулка и времен переплетения. Курганский областной краеведческий музей представит выставку «Заураль и родное мое». Ее авторами стали ребята, которые учатся в детской школе искусств имени Громова. 46 рисунков на языке красок демонстрируют любовь юных художников к своей малой родине. Любителей мельпомены приглашает Курганский государственный театр драмы. В субботу он покажет трагикомедию «Коллега с острова Энишмаан», а в воскресенье – мюзикл «В джазе только девушки». Для маленьких театралов открыты двери Курганского театра «Кукол Гулливер». Их ждет спектакль «Царевна-легушка». Словом, на выходных курганцы и гости города смогут прикоснуться к прекрасному. На одну исполненную мечту в Кургане стало больше. «Курган.ру» продолжает марафон добра. Кому повезло на этот раз, узнаете прямо сейчас. Валентина Васильевна Вязова давно лелеяла мечту иметь свой фамильный календарь. Она приготовила фотографию, на которой вместе все родные и решила отправить ее вместе с обычным бумажным письмом в типографию «Курьер». И стала надеяться, а вдруг ответят и помогут. Прошу вас сделать мне годовой календарь в подарок моей свате. Живут они в городе Магнитогорске. Если бы фото на календаре было покрупнее, очень вас об этом прошу, за все уплачу. Поздравляю вас с 2018 годом. Мечта сбылась. В типографии письмо получили, удивились ему, но обрадовались такой возможности. Напечатали календарь для Валентины Васильевны, а директор Михаил Белоусов лично вручил его. Я его прочитал, вот, и решил вам сделать небольшой маленький подарок, чтобы вам было приятно. Да, большое спасибо. Спасибо, как все такие крупные. Мы вам три календарика сделали. Вот, всем своим подарите. Да уж. Да уж, они мне обрадуются. Это бесплатно. Спасибо. Я очень, вот так рада. Для меня календарь очень мне понравился. Такой ясный, яркий, немутный. Большое вам спасибо, милые мои. Вот так наш марафон добра помогает исполнять желания. Поделиться своей мечтой и увидеть мечты других людей вы можете на сайте kurgan.ru в разделе «Марафон добра». Мечтать это здорово, но еще лучше – исполнять мечты. Давайте помогать друг другу. С вами был Дима Долгих и «Марафон добра». Поделись добром. Ведь это просто. Сразу две знаменательные даты для Зауралья отметили в областном культурно-выставочном центре. О чем речь, узнаете из сюжета. Времен переплетения. В областном культурно-выставочном центре состоялось открытие выставки, посвященной двум знаменательным датам. 50-летию со дня создания Курганского отделения Союза художников России и 75-летию со дня образования Курганской области. В выставке приняло участие 30 художников, скульпторов, которые представили 88 произведений. Мы старались подобрать такие работы, которые либо были мало представлены, либо совсем новые. Вся выставка – это большой и искренний рассказ о малой родине. В своих произведениях авторы признаются в любви к своему родному краю и его людям. Для Союза художников это основа основ. То есть вообще наша такая общественная деятельность – это выставочная деятельность. Поэтому художник творит и выставляет все свои произведения на просмотр зрителей. Работы в основном все вот эти прочувствованы, все они разные. Художники у нас великолепные. Хочется смотреть, смотреть не отходя буквально. И все художники характерны, что все они разные. Каждый имеет свое лицо, каждый такой индивидуальный почерк. Обилие ярких творческих индивидуальностей в живописи, графике, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве сделали юбилейную экспозицию незабываемым событием в культурной жизни Курганской области. Стоит отметить, что выставка продлится до 12 марта. Алла Маковеева, Тимур Натулханов, Владислав Базалев, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. Да здравствует спорт! В Курганской области отпразднуют День зимних видов спорта. Подробности в нашем следующем материале. 7 февраля в России отмечался Всероссийский День зимних видов спорта. Новый спортивный праздник был инициирован российским правительством и Олимпийским комитетом. 7 февраля – символическая дата для россиян. В 2014 году в этот день пламя Олимпийского огня озарило Сочи. Прошедшие Олимпийские зимние игры считаются одними из самых великолепно подготовленных, зрелищных и удачных за всю историю существования мировых соревнований. В рамках празднования Всероссийского Дня зимних видов спорта во всех субъектах Российской Федерации пройдут различные физкультурно-спортивные мероприятия. Одна из основных целей данного мероприятия – вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. По информации областного спорту управления в Кургане в рамках празднования Дня зимних видов спорта пройдет несколько спортивных мероприятий. 10 февраля на лыжной базе поселка Увал города Кургана пройдут соревнования по лыжным гонкам, а 9 февраля – тренировочное мероприятие биатлонистов по стрельбе. На следующей неделе в ледовой арене «Юность» пройдут состязания фигуристов и хоккейные баталии в Ледовом дворце имени Николая Васильевича Парышева. Всего в мероприятиях планирует принять участие более 300 человек. Все участники получат награды и памятные сувениры от Олимпийского комитета России. Михаил Котельников, Антон Тяженков, информационное агентство Курганру. Лишь один уикенд отделяет всех россиян от любимого русского праздника – масленица. По традиции она длится 7 дней, каждый из которых несет в себе сокровенный смысл. Секреты приготовления главного блюда – блинов, походы в гости и старые обычаи. Именно этому будут посвящены наши сюжеты с 12 по 16 февраля. Не пропустите! У меня на этом все. Еще больше новостей, то, что вам действительно интересно, читайте на нашем сайте и официальных страницах в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Большой выбор. Низкие цены. Огромный ассортимент курток для мужчин и женщин по оптовым ценам. Широкий размерный ряд. На ярмарке верхней одежды «Ермак». Улица Коли Миготина, 87. С 10 по 17 февраля с 10 до 19 часов в ДК «Железнодорожников» состоится продажа башкирского меда «Пасеки Кучаевых». При покупке одного килограмма меда второй в подарок. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Елена Гилева. Впереди масленичная неделя. И чтобы блины были не комом, нужно выбрать правильную сковороду. В магазинах «Стройсельхозторг» и «ТЦ Мегастрой» большой выбор сковородок, а также различной мелкой электробытовой техники, которая облегчит работу любой хозяйки. Огромный ассортимент мужских и женских курток по оптовым ценам. Широкий размерный ряд. Ярмарка верхней одежды «Ермак». Коля Миготина, 87. С 10 по 17 февраля в Доме культуры жизнедорожников работает ярмарка меда «Пасеки Кучаевых». Акция при покупке одного килограмма меда второй вы получаете в подарок. А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу из-за высотного тыла циклона атмосфера большей части Зауралья будет неустойчивая. В такой ситуации облачная погода будет чередоваться с солнечной. Кое-где возможны незначительные осадки, а температурный фон останется выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге минус 4, минус 6, без осадков. В Челябинске минус 8, минус 10. В Тюмени минус 7, минус 9. Возможно, небольшой снег. В Кургане облачно, возможно, небольшой снег. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха минус 13, минус 15. Днем в Кургане облачно, с прояснениями. Местами, возможно, небольшой снег. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха минус 7, минус 9. Атмосферное давление будет падать и составить 766 миллиметров ртутного столба. 10 февраля солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Сезон покупки подарков открыт. Приходите с 15 по 16 февраля. Ставка по кредиту 0%. Дарите счастье с Банком Восточный. Сочное предложение. Выгодная расстрочка до двух лет в салоне верхней одежды «Ана». Каракуль, Нутрия, Норка, Мутон, Лиса. Коллекция до 70-го размера. Внимание, внимание! Курган.ру представляет конкурс «Зауральская катамания». Присылайте фото ваших любимцев и выигрывайте призы. «Зауральская катамания» на Курган.ру. Генеральный партнер проекта – жилой комплекс «Рябиновый». Квартиры с отделкой под ключ от 23 тысяч за квадратный метр. Приходите в мой дом. 20 февраля. На сцене Курганской областной филармонии. Неподражаемая Вика Цыганова. Интернет-магазин Е-96. Подарки любимым. Е-96. Заказывай и забирай. Интернет-магазин «Столблит» представляет. Мебель по традиционно низким ценам. В феврале скидки на кровати до 25%. Столблит. Доступная мебель. 7 февраля вышел в свет новый номер газеты «Зауральский курьер». Читайте в номере. Лунный календарь посадок на новый дачный сезон. Кредиты по сниженным ставкам. Подробная телепрограмма, объявления и лучшие товары и услуги Кургана. «Зауральский курьер». Читайте бесплатно. «Зауральский курьер». «Зауральский курьер». «Зауральский курьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова